Уходящая зима 2019-2020 года в нашем регионе стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Средняя температура трех зимних месяцев превысила климатическую норму почти на 8 градусов. А что со снегом известно каждому, сугробов ждали с декабря, но не дождались. Солнечная энергия в начале весны обычно уходит на таяние снега. Сейчас сугробов нет, так что солнце сразу будет прогревать землю, а она в свою очередь отдавать тепло в воздух. По ночам, конечно, возможны заморозки, но никакой экстремальной стужи не предвидится. В начале недели ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит минус 2, плюс 3 градуса, днем 2,7 со знаком плюс. 4, 5 и 6 марта погоду на территории нашей области будет определять гребень антициклона с центром над Сибирью. Ожидается преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы 4 марта в отдельных районах возможен туман. 5 и 6 марта ветер временами будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ну а температура воздуха постепенно будет повышаться. Появится большая вероятность перекрытия рекордов максимальных температур воздуха. Обычно, напомним, в марте по ночам подмораживает до минус 5-6 градусов. Днем плюс 1, плюс 2. Это средняя температура месяца. Понятно, что в конце марта теплее, чем в первых числах. А в первую декаду весны, в том числе и в праздничные выходные на 8 марта, Гидрометеоцентр обещает аномалию аж до 12 градусов тепла. По предварительному прогнозу, 7 и 8 марта есть вероятность дождя. Температура воздуха ночью составит 0, плюс 5 градусов. Днем также тепло плюс 5, плюс 10. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать середине апреля. Теплая зима и такое же начало весны предвещают раннюю зелень. Почки начали набухать еще в феврале, а на днях во дворах города распустились крокусы. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».